Турецкий язык. Урок номер 31. Услышанное прошедшее время. В предыдущем уроке мы ознакомились с тем, что в турецком языке есть два вида прошедшего времени. Это увиденное прошедшее время и услышанное прошедшее время. В прошлом уроке мы рассмотрели увиденное прошедшее время, а сегодня мы рассмотрим второй вид прошедшего времени, это услышанное прошедшее время. Дуилан Гечмиш Зэман. Услышанное прошедшее время обозначает действие в прошлом, причем говорящий не был свидетелем совершения действия, он услышал или узнал о нем от кого-либо, или оно проходило без сознательного участия говорящего. Главное различие. Увиденное прошедшее время это когда мы были свидетелями событий, а услышанное прошедшее время, когда мы не были свидетелями того, что произошло. Вот это различие от русского языка в турецком, то, что здесь есть два вида прошедшего времени, доставляет большие трудности для людей, которые изучают турецкий язык. И лично для меня, например, это было одной из самых тяжелых вещей, которые я смог только с временем правильно использовать всегда, потому что на начальных стадиях изучения языка ты как бы все время путаешь, какое время правильно использовать. Потому что мы не привыкли, если увидим или знаем о событии, говорим так, а если мы слышали со слов кого-то или откуда-то получили информацию о этом событии, то нужно использовать второе время, услышанное. Но, надеюсь, в этом уроке я постараюсь сильно не запутывая объяснить вам и рассмотреть, в каких случаях мы пользуемся этим временем. Аффикс услышанного прошедшего времени имеет четыре варианта по гармонии гласных мышь, мищ, муж и мющ. Если в последнем слоге корня глагола у нас в буковке а или и мы используем аффикс мышь, если у нас гласные э или и, то используем аффикс мищ, если у нас идут гласные о или у, используем аффикс муж, и если у нас в последнем слоге корня глагола идут гласные э или и, используем аффикс мышь. Например, глагол аромак, искать, у нас здесь буква а, поэтому используем аффикс мышь и получаем арамыш, искал. Или глагол этмек, делать, у нас буковка э, поэтому аффикс мищ и получаем этмищ, сделал. Глагол алмак, у нас буква о, поэтому используем аффикс муж, получаем алмуш, алмак быть, алмуш был или стал. Глагол алмек, умирать, умереть, так как буковка у нас э, то используем аффикс мющ и получаем алмуш, умер. Здесь все просто. Отрицательная форма образуется при помощи аффиксов ма и ме, которые присоединяются к основе глагола, так как и во всех других временах. Мы их присоединяем на основе большой гармонии гласных, если у нас твердый гласный, то используем аффикс ма, если мягкие гласные, то используем аффикс ме. Калк мышь, встал, в корне, калк, у нас последняя гласная а, и поэтому используем отрицательный аффикс ма и получаем калк мамыш, не встал. Гитмищ, здесь у нас гласная и, поэтому используем аффикс отрицательный ме и получаем гитмимищ, не ушел. Гитмищ, ушел, гитмимищ, не ушел. Тут муж у твердое гласное, поэтому тут мамыш не схватил, тут муж схватил, тут мамыш не схватил. Гюльмюш засмеялся, здесь у нас гласное у, мягкое гласное, поэтому используем отрицательный аффикс ме и получаем гюльмямиш не засмеялся. Теперь посмотрим, как услышанное прошедшее время используется с личными аффиксами. Личные аффиксы мы используем такие, как во всех временах, кроме увиденного прошедшего времени. То есть это у нас стандартные личные аффиксы и будем их добавлять, например, с глаголом «танымак». Узнавать. Как вы знаете, личный аффикс мы ставим после аффикса времени, в данном случае услышанного прошедшего времени. И получаем «бен танымышем», «я узнал сен танымышем», «ты узнал о танымыш», «он узнал без танымышес», «мы узнали», «сиз танымышес», «вы узнали», и «он нар танымышлар», «они узнали». Или, как вы знаете, в третьем лице множественного числа иногда можно использовать без «лар», просто «он нар танымыш». И посмотрим, если у нас глагол в отрицательной форме, например, «беклемек» у нас «ждать», а «беклемемек» «не ждать». И добавляем личные аффиксы и получаем «бен беклемемишем», «я не ждал», «сен беклемемишсин», «ты не ждал», «о беклемемиш», «он не ждал», «биз беклемемишис», «мы не ждали», «сиз беклемемишсинис», «вы не ждали», «он нар беклемемишлеж», «они не ждали». Здесь все стандартно, как и во всех временах, ничего нового. Вопросительная форма образуется при помощи вопросительной частицы «мы» и «ми». И точно так же, как и в других временах, мы к корню глагола добавляем аффикс услышанного прошедшего времени. Потом оставляем место. После этого добавляем вопросительную частицу и уже к ней добавляем личный аффикс. И получаем, например, глагол «аннамак» «понимать». Здесь, как и во всех временах, исключением является, опять же, третье лицо множественного числа. Мы здесь уже после аффикса времени «мышь» добавляем аффикс множественного числа «лар», а только потом уже вопросительную частицу «мы». И теперь посмотрим, есть ли у нас вопрос в отрицательной форме или с глаголом, который у нас в отрицательной форме. Ничего не меняется, только добавляем отрицательный аффикс «маме» между корнем глагола и аффиксом услышанного прошедшего времени. И получаем «кесмек» у нас «резать». Здесь, как и в других временах, настоящем, например, будущем, схема одна и та же, только меняется сам аффикс времени, а все остальное остается точно так же. Стандартная формула. Теперь давайте посмотрим применение услышанного прошедшего времени, в каких случаях оно у нас применяется. Первое. Если действие, о котором идет речь, было услышано от других людей, из телевизора, интернета и так далее, и тогда вы используете это время. Например, «Дюн Истамбула каряумыш» – «Вчера в Стамбуле выпал снег». Это в том случае, если мы живем не в Стамбуле, мы живем в каком-то другом городе, выпал снег в Стамбуле, и мы об этом узнали с телевизора, с радио, или кто-то нам сказал, и вот мы тогда говорим «Дюн Истамбула каряумыш» – «нияды» – «неувиденное» в прошедшее время, потому что мы не видели, когда он, этот снег, шел, а мы услышали, получили эту информацию, и поэтому мы говорим «яумыш» – «Дюн Истамбула каряумыш». Или следующий пример. «Ячен хавта Мурат Далклыч в Мерве Болугур Эвлен Мишлер». «На прошлой неделе Мурат Далклыч и Мерве Болугур поженились». Тоже эту информацию мы узнали откуда-то, не были свидетелем, очевидцем этого события, и поэтому мы здесь используем услышанное прошедшее время. «Ячен хавта Мурат Далклыч в Мерве Болугур Эвлен Мишлер». Или еще один пример. Мы знаем, что Синем позавчера сходила в кинотеатр, но фильм ей не понравился. То есть мы не ходили с ней, и поэтому мы не видели. Но мы знаем, что она ходила, поэтому говорим «гитмиш». Второе. «Не понравилось» слово «бенмиш», потому что сам процесс того, когда ей это нравилось или не нравилось, он тоже невидимый был с нашей стороны, или мы не были свидетелем этого. И тоже здесь используем услышанное прошедшее время. «Синем энджеки гюнь синемая гитмиш ама фильми бенмиш». Еще услышанное прошедшее время используется, когда человек понимает или обнаруживает, замечает что-то уже после того, как это произошло. На примерах посмотрим, как это может быть. Например, «Одэ вими ялныш япмышим». «Я неправильно сделал домашнее задание». Когда мы это можем использовать? Например, «Я делаю домашнее задание». «Сделал, сделал, сделал». И потом через какое-то время я понимаю, что я сделал его неправильно, что я допустил как бы там ошибку, и поэтому я говорю. Потому что я не совсем понимал, точно я сделал или нет, когда я его делал. Но через какое-то время я осознал, что я его сделал неправильно, и поэтому я говорю. «Одэ вими ялныш япмышим». «Я неправильно сделал домашнее задание». Или, например, «Телефонуму эвде унутмушим». «Я забыл свой телефон дома». Например, вы приходите на работу, и вы понимаете или осознаете в какой-то момент, что вы забыли телефон. И так как вы, именно процесс забывания у вас не был специальным, вы не специально забыли, а вы забыли не осознавая, да, вы тогда используете вот это вот услышанное прошедшее время, и получаем «Телефонуму эвде унутмушим». Или, например, вы вдруг обнаруживаете, что ваш кошелек украли, и говорите «Эй, вах, джуздана мычал мышлар». Что будет переводиться как «Ну вот» или «Блин, мой кошелек украли». То есть вы понимаете, что ваш кошелек украли, но сам процесс вы не видели, как у вас его украли, но уже точно поняли, что он пропал, то есть, значит, его украли. И говорите «Эй, вах, джуздана мычал мышлар». Вот здесь тоже можно использовать услышанное прошедшее время. И последний пример возьмем «Бугюн чок керул мушум». Чтобы переводиться как «Я сегодня очень устал». Ну, или можно вот перевести так «Однако я сегодня очень устал». То есть вы работали весь день, к вечеру приходите домой, например, садитесь в кресло и понимаете, что вот у вас усталость так накатывает, и вы поняли, что вот этот целый день оказывается как бы «Однако устали». Вот только в тот момент вы осознаете, да? И вот тоже можно сказать «Бугюн чок керул мушум». «Я сегодня очень устал». Еще услышанное прошедшее время, когда используется, может подразумевать ложные обвинения. Ну, или непреднамерные действия. Например, «Сергейн Парасыны бенчал мушим». Правильно перевести «Якобы я украл Сергея деньги». Например, какие-то наши друзья общие, за спиной, например, за моей, говорят между собой о том, что как будто бы я украл деньги у Сергея. И я этой информацией делюсь своим другим другом. И вот с такой как бы иронией говорю. «Сергейн Парасыны бенчал мушим». «Якобы я украл Сергея деньги». Или другой пример. Например, наши двое друзей поссорились между собой, и они считают моего друга, что это он их рассорил. И я разговариваю со своим другом, на которого есть такие как бы ложные обвинения. Говорю ему «Араларны сен боз мушсун». Что будет перевести можно как «Оказывается, ты рассорил их». То есть я ему не говорю, что ты рассорил их. Я ему говорю «Оказывается, что как бы есть такая информация, что ты рассорил их». «Араларны сен боз мушсун». И последний пример. «Ялныши без яб мушс». Что будет переводиться как «Ялныши ошибку без яб мушс». «Мы допустили». «Оказывается, мы допустили ошибку». «Ялныши без яб мушс». То есть как бы есть такая информация, как будто бы мы допустили ошибку. Вот смотрите, для того, чтобы правильно различать, когда предложение в этом устойчивом прошедшем времени подразумевает ложное обвинение, а когда оно просто говорится в режиме поздного осознания того или получения информации от кого-либо. Чтобы различать эти два варианта, это мой небольшой совет такой, на что обратить внимание. Обратить внимание нужно на личные местоимения. Потому что в основном, когда подразумевается ложное обвинение, личные местоимения используются не в начале предложения, хотя обычно оно используется в начале предложения, а перед глаголом. То есть возьмем, например, первый пример «Сергеем Поросыны Бен Чалмышем». Если я говорю, что «Я украл Сергея деньги», то я ставлю личные местоимения в начало и говорю «Бен Сергеем Поросыны Чалмышем». То есть «Я украл Сергея деньги». Если же личное местоимение идет перед глаголом «Сергеем Поросыны Бен Чалмышем», то я как бы ставлю ударение всего предложения именно на это местоимение «Бен», чтобы отразить, что «Якобы я украл Сергея деньги». Вот этот маленький нюанс различить, то ли мы говорим «Бен Сергеем Поросыны Чалмышем», или второй вариант «Сергеем Поросыны Бен Чалмышем». Или следующее, например «Араларыны Сен Боз Мушсун». Если я говорю, что «Ты рассорил их», то я говорю «Сен Араларыны Боз Мушсун». «Ты рассорил их». А если я хочу сказать в виде ложных обвинений, то я говорю «Араларыны Сен Боз Мушсун». То есть я ставлю личное местоимение перед глаголом, а не в начале предложения. Это не стопроцентно, что всегда так, но в большинстве случаев будет именно так. И поэтому, если вы видите, что личное местоимение идет не в начале предложения, а перед глаголом, то это именно говорится с какой-то такой иронией или подталкивая на ложное обвинение. Также услышанное прошедшее время используется в сказках, рассказах и анекдотах. Так как какие-то сказки или рассказы, анекдоты мы рассказываем, не став свидетелем этих событий, то это время очень уместно для сказок и для рассказов, и оно очень часто используется. Для примера возьмем небольшую сказку про ветер и солнце. Я буду читать текст и параллельно переводить. Постарался выбрать такой текст, чтобы здесь были практически все грамматические правила, которые мы до этого урока прошли, и думаю, что вам не будет сложно. Ну давайте начнем. Разговаривает. Чтобы вы понимали, почему слово солнце, гюнещ, пишется через заглавную букву и разделяется апострофом, это происходит потому, что гюнещ является именем собственным. В турецком языке гюнещ, солнце, ай, месяц, также название дни недели, например, пазар, тесис, солы, или название месяцев, например, оджак, шубат, маис, это все является именами собственными, и они всегда пишут через большую букву. Это отличие от русского языка. Дальше. Ву, это как бы ветер дует, так вуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Очень часто будет использоваться слово «демиш», переводится как «сказал». И оно везде, вот в таких рассказах, часто пользуется этим словом. Что правда, как бы, да, вот так сказала солнце. Конечно же, сказал ветер. Буну, вот это, сана, тебе, покажу. Ну вот это, это что? То, что он сильнее солнца. Бак, посмотри, шу ашалыдаки, яшлы адамы, яшлы адамы, пожилого человека, шу ашалыдаки, того, который внизу. Посмотри на пожилого человека, которого внизу. Гюрьёрмусун, ты видишь его? Гюнещ, солнце, эйлип, наклонившись, бакмыш, посмотрела. Гюрьёрум, где джевап вермищ? Гюрьёрум, я вижу. Джевап вермищ ответила, и дие ответила, что видит. Гюрьёрум, где джевап вермищ? Рюзгяр, гурурла. И ветер с такой гордостью. Гурурла, гурур, это гордость, гурурла с гордостью. Продолжает говорить. Гюрь бак. Гюрь, от глагола гюрьмек видеть, а бак смотреть. Ну, гюрь бак, говорят, вот посмотри. Он сказал, что я его, ну здесь джекет, это будем воспринимать не как пиджак, а как верхняя одежда, что я сниму его верхнюю одежду, сниму его, ну там дальше будет идти как пальто, что я сниму его пальто, как бы заставлю снять его это пальто. Гюнещ, солнце, ну как бы солнце дальше говорит. Пеки озаман, демиш. Сказала, демиш. Пеки озаман, озаман, это тогда, пеки, отлично. Сказала, отлично тогда. Хайди денебокалым. Денебокалым, попробуй, хайди, давай. Давай, попробуй. Сонра, булутларын аркасына, чекильмиш. Чекильмек, это значит, как бы отодвинуться, спрятаться. Чекильмиш, спряталась, это солнце у нас. Когда спряталась? Потом, сонра, или затем, булутларын аркасына. На заднюю часть булутларын, облак. То есть, и затем солнце спряталось за облака. Миракла, рюзгяры, излеме башламыш. Башламак, начало. Излеме, это от глагола излемек наблюдать. Мирак, это интерес, и миракла, это с интересом. И с интересом, начало наблюдать за ветром. Рюзгяр, бютун, щедетиле, эсмиш. Рюзгяр, ветер, эсмиш. Подул, бютун, щедетиле, со всей силой. Щедет, это как бы сила насилия, переводится щедет. Но вот, в данном случае, щедетиле, с силой. Со всей силой подул. И чем больше он дул, вот глагол здесь эсмек, эстикче, чем больше он дул, яшлы адам, пожилой человек, ущемюш, замерз. То есть, он дул, а пожилой человек замерз от того, что он дует холодным ветром. И чем больше он замерзал, ущемюш, полтосуна, он больше, укутывался в свое пальто. Сарылмаг, это значит заворачиваться. То есть, заворачиваться, закутываться в пальто. И еще идукче, полтосуна, сарылмыш. Рюзгяр, буна, эфкеленмиш. Рюзгяр, ветер, на это, на то, что он больше заворачивается. То есть, буна, эфкеленмиш. Эфкеленмег, это сердиться. И он очень рассердился на то, что тот еще больше заворачивается в свое пальто. Дахада, это значит еще больше, сильнее, дул, еще больше, сильнее, дул. Букес, в этом случае, адамда, а человек, полтосуну, дахасы кытутмуш. Дахасы кытутмак, это значит еще сильнее прижимать, человек еще больше. Пальто прижимал к себе. О, некодар, щедет ли эстисе, адамда, полтосуна, окодар, чок, сорыл мышь. О, некодар, и чем больше щедет ли эстисе, ветер сильнее дул, адамда, а человек, полтосуна, окодар, чок, сорыл мышь. Он все больше держался, сильно, за свое, на себя натягивал, как бы, да, прижимал, прижимал свое пальто. Чем больше тот дул, тем больше человек прижимал свое пальто к себе, в него заворачивался. Чунки чок, ущер мышь, потому что ему было очень холодно. Рюзгар, сонунда, пес этмиш. Пес этмиш, это значит сдаваться. Рюзгар, ветер, сонунда, в конце концов, пес этмиш, сдался. И теперь сыра, очередь, гюнеща, гельмиш, пришла с солнцу. Гюнещ, солнце, чек мышь, вышла, из-за облак. Из задней стороны облак, если дословно, то получается из-за облак. Горячо, тепло, тепло, улыбнулась, яшлы, одама, направительный падеж, то есть в сторону, улыбнулась, в сторону пожилому человеку. Улыбнулась пожилому человеку, правильно на русском. Ер юзюню, ииде, исыдмыш, исыдмак, нагрела, ииде, хорошенечко, ер юзюню, ер юзю, это у нас поверхность, земля, и хорошенечко, нагрела землю. Адам, пек, севинмиш, севинмек, это радоваться. Севинмиш, обрадовался. И человек очень, пек, очень сильно обрадовался. Ер юзю, исындыкча, адам, да, исынмыш. И чем земля, поверхность земля, исындыкча, чем больше она нагревалась, адам, да, и человек, исынмыш. Ему становилось теплее, он согрелся. Ода, гюлюмсемее, башламыш. И он, башламыш, начал, гюлюмсемее, улыбаться, радоваться. Артык палтуя, и те аджим калмады, дие дюшинмыч. Дюшинмыш. И подумал. Артык дюшинмыш. И он, подумал, уже наконец-то. Палтуя, и те аджим калмады, что ему уже нет нужды. В своем пальто. Ве палто суну чикармыш. И снял, чикармак снимать. Чикармыш снял пальто. Ве палто суну чикармыш. И солнце, повернувшись к ветру, ну что, увидел? Сказала. Назик Оланнар – это вежливые, ласковые, нежные. То есть те, кто нежно, вежливо, ласковые. Зорба – это правильно перевести как грубиян, хулиган или тот, кто действует силой. Херзаман Дагагюч Людур – сильнее. Херзаман – всегда, всегда сильнее. То есть нежность и вежливость, кто с ней подходит, всегда сильнее. Грубиянов и те, кто хочет решить вопрос силой. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ждите новые видео. Я буду стараться делать их для вас понятными и легкими. До скорых встреч.